приветствую хозяева современных автомобилей которые напичканы электроникой знают ну или должны знать о том что их автомобили очень сильно зависят от двух главных компонентов в их машинах это аккумулятор и генератор и это очень сильно касается еще и французских автомобилей потому что но есть такое поверье о том что французские автомобили слегка капризны по электрике так вот моя история когда начали подходить холода зима близко и автомобиль начал тяжелее заводиться потихонечку все хуже хуже и естественно первое что я подумал это то что аккумулятор все-таки слабоват надо бы поменять и я поменял аккумулятор пошел купил магазине аккумулятор мне дали листочек так вот листочек это значит у нас чек с гарантийным талоном случайно такие игра значит езжай в бош сервис там тебе сделают диагностику бортовой сети и поставить штампик о гарантии ну или не поставят я поставил аккумулятор еду туда приезжаю там все солидненько здравствуйте тырым-пырым и вот так и так вот купил аккумулятор отправили к вам для проверки бортовой систем хорошо ожидайте выходит механик или кто там электрик с компьютером подключает напрямую к аккумулятору не начинается то заведите заглушите погазуйте не газуйте дышите не дышите и по итогу заявляют что у вас генератор мертвый он максимум дает 13 8 предлагаем пройти к нам и так сказать поремонтироваться понятно игру ладно мы сами окей приезжаем в сервис и приступаем к снятию генератора погнали так для всего это безобразие нам понадобится трещотка такая еще использовал автоматическую но там для облегчения только углевитель головка на 18 это у нас откручиваете реактивную тягу двигателя на 17 это у нас колесик открутить на 16 большая маленькая это для откручивания подушки это у нас на 13 это у нас металлическую скобу которая стоит над генератором и плюсовой провод с него же тоже случится ею так нового в 10 тонн спуск откручивают и болты генератора можно развиваться использовать также по нам все такая кривая на 16 это чтобы ослабить натяжитель обязательно вам понадобится магнит потому что не ломан место мало что-нибудь уронить обязательно без него не стоит подходить к французу так снимаем сначала воздуховод в этом месте болтик здесь на 10 два зажима раз не с другой стороны два так высоких снимаете воздушный патрубок не забываем затыкать открытую часть какой-нибудь бумажкой тряпкой чтобы туда ничего не заметил так снимаем колесо отстегиваем два крепления раз и а он 2 оттягиваем залезаем внутрь берем ключик рожковый с диму на рожковый с изгибом на 16 вставляем туда натягиваем и снимаем ремень так скинуть ремень это шланчик отстегиваем задвигаем в сторону и вот там те уже стоял головку головка на 10 на верхний болт крепления генератор сейчас мы открутим загоняем чипачок потом откручиваем я тянутя гусары страны одну штучку гидро опору надо двигать немножко завалить назад вот здесь нас болтик на 18 а тут у нас на 16 так мы открыли часа подушки и большой подушку гидравлическую его там один болт путем поиграли двигателем и вытащили этот верхний болт его реально учить через прорезь лонжероне и длинным ключиком на 10 откручиваем нижней и ручками его вытаскиваем так говорят что верхнем полк крепления генератор не завучить на самом деле 4 поднимаем двигатель и он вот напротив вот этого отверстия лонжероне и сюда и будьте пока натаскивается так ну а потом вот эту штуку убираем что-нибудь большое длинное приподнимаем двигатель вот так вот болтался наш ланчик сюда наверх закинули и все и генератора сюда вылетает на раз-два что ж генератор в руках везем его в сервис куда мы отвозим сняты нерабочие генераторы приезжаю я держите вот моя приблуда и не спрашивает что случилось я вам рассказываю историю про не удавшуюся попытку поставить аккумулятор на гарантию такие выслушали внимательно и задают контрольный вопрос какой у вас автомобиль игру ну ценник 3 спрашивает какой год игру 10 и дальше спрашивают у меня знает ли ребята на bosch сервисе о том что данный автомобиль сам регулирует нужно ему напряжение от генератора он не выдает на постоянке там 14 14 5 он сколько ему нужно столько он и выдаст это что говорит когда компьютером подключали это не показатель того что генератор слабенький то что меня там развернули это либо показатель незнания технической части автомобилей конкретно этого либо желание развести на ремонт в итоге со мной я сдал генератор его перебрали и через на следующий день буквально уже вернули перебранным так я ночка вернулся с ремонта у меня только вот эти подшипники пасов искали огонь генка огонь так на прежде чем запихивать смотрите здесь вот есть вот такие вот втулочки 1 и 2 они немного выдвинуты когда закручиваешь болты они всегда выезжают сейчас я покажу мы затянули уже делал в обратном порядке с переводили получится да вот убираем что-нибудь вижу он болтается как какашка в проруби ничего сложного нету но ты вот обгибаем и закину на генку он сюда легко упадет как видите гена вообще слегка сюда раскакивает в 1 жало его можно и вытащить и и запихнуть а насчет только есть что смотреть аккуратненько чтобы ничего не зажать этот проводочек который к нему идет аккуратненько это ёжно чуть подмазал что было крепко когда отсюда мы установим на посадочное место накину болтик один потом болтик 2 и все даже как-то обидно как-то не пареношного легко вышло вот мы закинули вставляем болтик здесь вот специальная прорезь чтобы можно было так вот сюда пустила туда чик и загнать и болтик загоняем до конца и закручиваем это все поставили генератор закрутили два болта нижний снизу проще закрутить там проще к нему доступ и потом ставим подушечку тягу прикручиваем реактивную потом лезем вниз тоже нужно поставить еще ремень и естественно эти головку ларить который упал и хрен знает куда так после того как накинули ремень обещать и не буду там все в принципе просто если не знаете то то есть видео где меня ремень грэм и вместе с приводным поэтому так все объясню так потом подключаем провод здоровый плюсовой и вон ту маленькую фишку очень аккуратненько там тоненький один проводочек и при снятии обе установки можно случайно оторвать фишки там сухие уже под уставшие гасточку на этот болтик ставим металлическую защиту оставшуюся да и все даже как-то странно и как и подключаем не заводим вот такая вот история по итогу мы имеем новый аккумулятор перим на генератор который как оказался в хорошем состоянии потребуется код замена двух подшипников и пустой гарантийный талон так что вот такая вот история потом будьте внимательны и вот такие вот тонкости некоторых автомобилей конечно к сожалению не все знают и вот к чему это привести к тому то что просто тупо у вас аккумулятор будет без гарантии вот так следующее увидел же будет скоро совсем там уже подготовлен целый ряд интересных историй ну и главное победа победа над решением проблемы с низким давлением в топной системе по ошибкам ну а на этом наверное все на сегодня всем пока